Это вопрос, связанный с решением комиссии из позиционного уплаты, где был бы впадуut, где был бы ввиду летелепрессива комиссии в первую ситуацию эксчеркциональной. В этом решении указано на то, что общественный транспорт в муниципе Но, значит, должно работать без кондукторов. Значит, насколько меня проинформировали коллеги, вчера пытались этот вопрос прояснить в правительстве, значит, написано, указано только то, что мне должны быть кондуктора. Но касаемо вот, что без оплаты и так далее, этого конкретно не указано, да, это не указано? Да, в связи с этим, как бы, был разработан и представлен вам сейчас на рассмотрении обсуждения проекта данного решения. Он предполагает следующее, что комиссия принимает сведения о решении комиссии по чрезвычайному согласию, номер 4, 24, 03, 2020 года, и поломачивает примара, ограничить, прекратить деятельность кондукторов в общественном, публичном, электрическом транспорте до 10, 04, 2020 года. Также обеспечить, с учетом того, что невозможно сейчас поменять систему оплаты, вводится бесплатный проезд до 10-го числа в электрическом городском транспорте. Также, поломачивает примара, представить данной комиссии сумму расходов, которое будет поместено троллейбусным управлением муниципальным предприятием в связи с исполнением данного решения. Также вы выполномачиваете примара обратиться в связи с принятым решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, обратиться в данную комиссию с вопросом компенсации тех расходов, которые возникли в связи с исполнением их решения. И контроль данного решения возлагается на штат, который ранее был вам организован. Если есть какие-то предложения по представленному проекту решения, прошу членов комиссии высказаться. Вопросы, предложения, мнения? Мы рассматривали этот вопрос и почему было принято данное решение. Во-первых, начнем, что решение о том, что в общественном транспорте не должно быть кондукторов, принята комиссия по чрезвычайным ситуациям в Республике Молдова. Как вы знаете, кто принимает решение, тот и должен нести определенную ответственность, в том числе и компенсировать расходы по принятым решениям. Если вы знаете, городской электрический транспорт в муниципе БЭЛС функционирует на основании договора, который заключил муниципий БЭЛС с муниципальным троллейбусным управлением. Согласно этому договору, так на местный бюджет уже в этом году возлагается компенсировать муниципальному троллейбусному управлению сумму около 30 миллионов лет. Уже муниципальный бюджет несет эти обременения. И брать на себя дополнительное обременение с учетом возникшей ситуации, и мы прекрасно понимаем, что данная ситуация, она скажется на поступление на всех уровнях бюджета, как и на местном уровне, так и на республиканском, пока без такой финансовой возможности нет. В случае, если... У нас проблемы прекрасно, вот почитали примером, то есть троллейбусное управление, значит, инкассирует через там докторов, значит, примерно там 20-20 миллионов лет в год. То есть это получается условно 60 тысяч лей в день, да, в сутки. И если начинаете из резервного фонда брать на это сегодня то есть у нас может быть любая экстренная ситуация, вот мне Геннадий Энергич проинформировал, что даже те деньги, которые приходили спонсорски от свободно-экономической зоны, те 200 тысяч лей, что я перечислил, некоторые там другие экономические, то есть это все уже перевели в резервный фонд, оттуда оплачивали маски для центра семейных врачей, облатили тысячу тестов, облатили? Еще нет. А? Сколько? А? Продолжение следует... 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 Кто за... Продолжение следует... Да, давайте без пресса.